Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Считаем, озвучим занятия, какие были потеряевки у нас, по-тематически. Сегодня завещание. Когда человек приходит в возраст, он начинает обихаживать себя сам, чтобы все было свое. Сирахов 36, 26. Приобретающий жену полагает начало стяжанию. Приобретает, соответственно, ему помощника, опору спокойствия его. Как бы человек не жил хорошо, но он понимает, что все это ему не принадлежит. Рано или поздно ему уходить. Рассказывает о жене миллиардера Рокфеллера, что когда умирала его жена, то приказала показать ее любимое платье в бриллиантах. Она начала гладить платье, и в это время руки судорожно сжались, и она умерла. И когда муж увидел, что она мертва, и пальцы были настолько сильно сжаты, что платье отрезали так, что горсть ее осталась захваченная ею. И это все, что человек мог унести в могилу. Но и это не с собой. Когда человек начинает стареть, он задумывается все больше о том, что считается принадлежащим ему, и делает завещание. Другие, кто не упомянут завещание, имеют претензии по завещанию и идут в суды. Иногда это превращается в кровавую схватку, в битву. Одна же нажила с ним 25 лет, и разошлись. И кому теперь принадлежит нажитое некогда вместе? Ну, вот вы знаете, может, в России слышали Золотухин, Валерий Сергеевич, артист. Это новая жена, или как ее назвать, от которой она жила, Ваню там. И после этого судятся. Вот тут губернатор в Алтайском крае погиб. Вот знаете. И что? А то же дети небрачные. И теперь судятся. Суды разбираются, доказывают. Ну, Евдокимов при жизни это думал, нет, Михаил Сергеевич? Нет, не ждал. Внезапно удар, и все. И при том, это не с одним человеком. Мне отец рассказывает, где-то там у них в России, они рязанские. Вот она умирала и сильно была недовольна сыном мать. А что-то где-то прикапливало, там, какие-то деньги были. Так она перед этим... Ну, а куда спрятать-то? Так мусор до этого замела около порога. Пола-то не было, пол просто глиняный был. И деньги туда, что там, серебро было или золотишко какое было. Когда она умерла, а сын-то видел все это дело, он ее мертвую сразу подъел, поднял ее, ее рукой разгреб все и вытащил и отдал. Чтобы она как бы сама отдала, претензий не было. Дальше. А брак? А брак не был зарегистрирован. Вещание же в счет государство брать не желало. Как хорошо было бы, если все это было заранее обговорено в договоре, в завещании. Вот у американцев у них так. Как только женятся, заранее говорят, что у них есть. Печати везде стоят. Развод, если делиться-то уже не надо. Если внезапно, что не обговорено было. Ну, вот как Абрамовича там полюбила, Жукова, эту стюардессу. А разводиться надо. И это сколько миллиардов, пять или сколько. Самый такой громкий бракоразводный процесс был. Если в завещании сказано будет, что отдает одному сыну все, то так не будет. Все или все входят в равную долю. О завещании Библия говорит четко и определенно. Есть духовное завещание, где умирающий наказывает, как поступать. И плотские, как поделить имущество. Ну, если он указывает все свое имущество, имеется в виду там на пропитание, это остается что-то им. Остальное есть, которое приписывали государству. Какие картины у него были, художник. Чтобы родные не распродали. Вот тогда тут тонкости существуют. Евреям 9, 16, 17. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Вот я сделал завещание, но я пока живой. Учитывается то, что половина мне принадлежит, а вторая половина жене. Хотя она как бы не участвует в том, за что я судился. А раз это уже было получено, насчитывал я пленки, за это все было. Она была здесь рядом, значит, половина ей по закону. Пока человек жив, он может переменить свое завещание. Заплатив нотариусу еще 103 рубля. И когда писал, именно такая цена была. Если случайно было завещание недоброму человеку, и хозяин может одуматься, то наследнику выгодно, чтобы завещатель поскорее умер. Бывает и покушение на владельца. Подписывает, а потом приходит и отправляет пораньше. Бытие 49, 33. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. К народу. Народ-то остался здесь. Народ-то главный там, который на той стороне. Там больше. Духовное завещание, наказы. Как поступать? Бывает, что наказы составляют целые тома. Ну вот, вы знаете, такое есть. Домострой, Сильвестр там. Умирал Владимир Мономах. Он все, абсолютно все. Так обговорен он даже, как поступать с материей, чтобы моль не съела. Как распорядиться, на что потратить. Вот Нобель завещал, и так и получилась Нобелевская премия. Все проценты, какие идут, это тем, кто новое что-то изобретает. Хорошо ли он сделал? Ну, как он сказал, так и есть. Хорошо или плохо, но Нобелевская премия, это звучит все-таки. На завещание не налагает руку никто, даже если этот человек был и государственным преступником. Второе царство, 17-23. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Ну, он-то был государственный преступник, против царя восстание было. А в советской власти ничего этого не соблюдало, поэтому ничего и нету, растащили все государство. Ахитофел понял, что путь будет подавлен, и он будет привлечен к ответственности, как главный советник, и решил свести счеты с жизнью. Завещание, как правило, указывает, кому принадлежит имущество, какая часть, а иногда и указание о том, как им следует распорядиться. На какое дело употребить? Интересно, у нас знакомая была, она была прихожанкой нашей, но потом что-то у ней случилось, она вышла, и недалеко здесь, рядом Новоалтайск, и наняла там ремонт, там кухня разделяется от туалета, там совсем небольшой ремонт. И который был у ней, он ее зарубил топором, и открыл форточки, чтобы запаха не было, но все равно узнали, поймали. Но она перед этим приехала, завещание привезла нам всю квартиру, перевела на меня и на батюшку. Когда она умерла, а у ней два сына, а у них ничего и нету. Но они жили своей жизнью, поэтому она сделала все правильно. Вот теперь они, вот я говорю, ну что, я маленько их потрепал. У них, у обоих плохие отношения были с матерью, очень плохие. Зачем бы она, иначе, переписывала сюда? Ну и когда я их довел до нужной конденсии, я говорю, ну неужели вы поверили, что мне это нужно? Ну вы поняли, что вам не видать квартиры? Да. Вот теперь дайте мне слово, присутствие людей, что вы на мать никогда нигде не будете говорить плохое. Ну конечно. Ну тогда они на машине приехали, меня сначала осозили, потом батюшкой, и нотариус, и все переделали. И все. На меня завещание, единственное вот это было, которое я уже через месяц вернул, никогда не было, никаких квартир, ничего не было. Нету, а зачем? У меня все есть. Дальше. Наше завещание очень интересное. Над ним долго работали. Получив частное владение, два дома на Ползунова, 6 и 6А, мы разделили на две домовые книги. Это побудило власть, не сам я делил. Мог бы я их уже продать, если хотел. Завещание оформлено на четырех человек с оговоркой, что это без права передачи их полномочий кому-либо. И продать дома нельзя без ведома епископа Ишимска-Сибирского. Это сделано для того, чтобы это место всегда было для молитвы. Завещание. Мы когда сделали так, вот эти оговорки вот такие, оказалось, что не по закону. Так она ко мне на дом приехала. Фамилии могу назвать даже. Вот. Что, давайте я вам переделаю бесплатно. Это неправильно. Она боится за свое место. Я говорю, это никуда не идет. И им никто не воспользуется. Она приехала с представителем своим, но я так и не пошел на это. Но жизнь пошла по-другому. И пришлось заново переделать. И даже два раза. Те, которые рядом. На них. Завещание важно не только для престарелых и одиноких, но и для молодых. Внезапно погибает, что-то случается. А если не позаботиться об этом, потом начинается битва за каждую ложку, за каждую кружку. Есть такое поверье, что если ты при жизни подашь милостыню, то как с золотой монетой. Если же, когда смертельная болезнь с твоей утилой, то такой же в стоимости милостыня будет как серебряная. Слава Иисусу Христу! Но если уже после тебя, когда ты умрешь, из твоего же имения раздадут, то это уже как медная монета. Вот такое есть мнение. Священное Писание нас предупреждает, что душа намного ценнее тела. То завещание должно быть духовное. Первейший наказ. Имейте дух мирный. Это самое главное. И где-то маленькими буковками написал бы, не теряйте чувство юмора. Про себя повторяйте слова Соломона, что все суета и все быстро кончается. И чтобы слово обида совершенно истребили. Что-то не по тебе сказали, и уже скосорылило всего. И дуется. Противно смотреть. Давно ли был маленький, бегал, думал ли, что из тебя такая чушка вырастет, но все будешь дуться. Ну что не скажи, все не так. Что обида совершенно не христианское качество. По общине завещания никогда не принимать обратно в общину отступников из тех, кто стал врагом, кто бунтовал, кто поносил устав во веки веков. То есть никогда таких не принимать обратно. В них эта зараза остается. Вот о чем пишет Климов. Почему Сталин истреблял под корень всех бунтовщиков. Они будут тут только язвой, будут зарождать всех. Пусть себе организуют свои общества, если они такие умные. Есть еще в Алтайском крае 329 заброшенных мест, где были деревни. Получайте статус, начинайте так же строиться там. Найдите соратников, уставство напишите. Что-то можно будет ходить по чужим женам. Вот таких мы, которые скрещили. Вот такой есть, он выходит тут еще. Можно будет пить, можно презирать старших. Ясно, что на таких принципах не построится. И вы на таком основании ничего никогда упутного не создадите. Те, кто просто пали, то через покаяние их можно возвращать. А нынешние поносители будут только гнить, вонять, разрушать. Община это мое детище, я забочусь о нем и уходя из этой жизни. Умеющие поносить устав общины и деревни, они никогда ничего создать не смогут. Ибо они, не духовные люди, живут в грехе и смраде подлости. Подлости. Почему окончание не вы говорите? Мы говорим, люди нас не видят, а они слышат звук. Когда считаете меня, я сколько раз делал? Слово меня, удивительное слово, простое, четыре буквы, заглатываю, только мякнет и ничего нет. Потому я так ревниво смотрю за соблюдением устава. Ни под каким видом ни одного пункта в устав не нарушать. Если прибудет чужой священник, даже если он против пояса будет, то его не принимать, он развалит все и сбежит потом. У нас был такой. Нигде не перегибать палку, ни строже и не слабее. Вот так, как есть сегодня, так и держать. Лагерь должен действовать и в лагере должен быть человек, имеющий, умеющий наказывать детей физически. То есть, в лагере 45 лет было, я так и никого не избрал, никому не разрешал трогать детей, сам все это делал. А бывает так, только заведу его, посрожусь над ним и все. Сетка или крапива, хлопну по дереву, чтобы слышно было, а остальной лагерь молится. А теперь лагерь в другой формат перешел. Тогда-то не знали, что так будет. Если этого не будет, если не вымолить у Бога истязателя, то лагеря не будет. Да. Ни одного ребенка ни разу зря не наказывать, если он не повинный. Истязателя сказал, за это слово ухватятся где-то. Но для ребенка с его мысли истязателя в кавычки поставить надо, а то ухватятся за это слово где-то. Я знаю, они недруги, поэтому они ищут где. Дальше. Ни одного ребенка не повредить. За 28 лет я ни одного ребенка не наказал за зря. И об этом дети сами свидетельствуют. Ну не 28, теперь уже 45. Духовные наказы исполнять намного труднее, чем телесные. Это долговременная программа. И если не соблюдается, то мина это рванет. Умирая, христиане даже наказывали насчет своей одежды, как похоронить. Ни один из святых не завещал, чтобы от них взяли палец или ногу на антиминцы или подобное. В свои общения я попросил дать список. У кого нет квартир, живут на чужой квартире. И список тех, у кого дети уже выросли и после смерти их жилища могли бы быть посвящены верующим. У кого таковых нет. И ни одного я еще не убедил. Никто не подошел ко мне и не сказал, что делал он завещание на члена общины. Квартиру свою на второй строительной я подписал Вите Савченко. Он может и продать ее, но и это нежелательно. На Никитинской это для всех, но официально там Давид и Роман числятся. Но они не претендуют на это. От них там нет ни копейки. Я все это посвящаю тем, у кого негде будет жить. Разумеется, членам своей общины. Интересно, я завещал ту и другую квартиру, а кому завещал, те люди ушли даже врагами сделать, но я его не меняю. Завещание так и есть. Продавил квартиру ту, когда стали там сносить, а этих людей нашли и отдали. Так они неверны, но это они неверны, я должен быть верен. И далее. Четвертое царство 21. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исайя, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома своего, ибо ты умрешь, ты и не умрешь, ты и не выздоровеешь. Иеремия 35, 14. Слова Иоаннадава, сына Рихавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Говорит Господь, это Бог говорит. Вот завещание, которое распространяется на потомков, не пить вина. Это же самое я и вам всем завещаю. В рот не берите спиртного, ни водки, ни вина, ни пива, и ничего, что разгорячает, волнует кровь, все то, что отнимает разум. Наказ Иоаннадава был просто бред сумасшедшего. Как же жить-то будем, если дома не строят на фундаментах? Так и будем шататься, как бомжи? Да, как говорится, приехали. Не строить, а живите в кибитках, как геркизы раньше жили. Ну и это еще не все. Поли не засевайте. Тут он их сразил на повал. Так что же, у нас свиридийский лука с их плантацией виноградника не будет? Как посмотрели они друг на друга? Как на умирающего отца? И когда его не стало, то начали обдумывать, и все упиралось в три неповрежденных столпа. Не пить алкоголя, не строить капитального, не заниматься агрономией. Между этими столпами стены начали возводить. Простые заварки, балаганы, удобные, научились строить и заниматься кузнечным делом, животноводством, быть передвижными. Это им и сохранило жизнь всем при нашествии неприятеля. Вот тут они вспомнили отца своего. Они могли сказать, у нас трактора, сейлки, все распродать и отныне мое завещание вступает в силу. Ухожу я в землю и туда утащу и все ваши дипломы экономические строительные, все ваши погребки с вином. Понятно, что от вина мог он хлебнуть при жизни горе от сына своего наркомана. Но вот с жильем и садовым участком что за неприятность была у сына Рихавова? Притом сослаться на опыт кого-либо, кто сделал до этого такое же завещание, он не мог. Что ему открыто было будущее и он приготовлял их к встрече с пророком Иеремию через много лет. Вы поняли меня, дети мои ненаглядные? До встречи! Я ухожу от вас и потом там я спрошу все ли исполнили что я завещал вам? И Бог делает вывод. Еремия 35 14 19 Слова Иоаннадава сына Рихавова который завещался нам в ямстве не пить вина выполняется и они пьют его до сего дня потому что слушается завещание отца своего а я не пристал а я Бог говорит я говорил вам говорил с раннего утра и вы не послушались меня я посылал к вам всех рабов моих пророков посылал с раннего утра и говорил обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше и не ходите во след иных богов чтобы служить им и будете жить на этой земле которую я дал вам и отцам вашим но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня так как сыновья и анадава сына рихава выполняет заповедь отца своего который он заповедал им а народ сии не слушает меня посему так говорит господь бог саваов бог израилев вот я наведу на иудею и на всех жителей иерусалима все то зло которое я изрек на них потому что я говорил им а они не слушались звал их а они не отвечали а дом рихавитов сказал иеремия так говорит господь саваов бог израилев за то что вы послушались завещание ианадава отца вашего и храните все заповеди его и во всем поступаете как он завещал вам зато так говорит господь саваов бог израилев не отнимется у ианадава сына рихавого муж предстоящий предлецом моим во все дни я же говорил только о квартирах и при том о квартирах после смерти их хозяев чтобы за них потом молились добрые люди и за свою жизнь я только два раза встречал когда бабушки сами подписали свои квартиры ухаживающим за ними есть правило что если завещание сделано на неверующих детей или даже если не сделал а оно к ним перейдет то за такого и молиться нельзя после смерти их хотя это касается епископа но по аналогии переходит и на овец что вполне допустимо второе константин что-то правило шестое монахи не должны иметь ничего собственного но все им принадлежащее до утверждается за монастырем ибо блаженный лука о верующих во христа представляющих собою образ монашеского общежития глаголит что никто лишь его из имения своего не называл своим но все у них было общее применили что это про монахов якобы говорится деяние 432 посему желающим монашествовать предоставляется свобода завещать о имении своем прежде и передавать оное каким восхотят лицам которым то есть закон не возбраняет ибо по вступлению монашества монастырь имеет власть над всем их имуществом и им не предоставлено распоряжаться ничем собственным не завещать если же кто будет найден усвояющий себе некое стяжание не предоставив онного монастырю и порабощенные страсти либо стяжаний у такого игумен или епископ да возьмет он и стяжание и присутствие многих продав да раздаст нищим и нуждающимся а того кто положил сердце своем подобно древнему оному анании утаив все стяжания святый собор определил вразумить приличную епитимиею явно же есть что постановлены святым собором правила о монахах праведным признал он соблюдать и о женах монашествующих карфагенский 92 правило определено и сие если который епископ еретиков или язычников сродников или не принадлежащих стратству оставит наследниками своими и предпочитает их церкви таковому и по смерти да будет изречена анафема и его имя никогда от иереев божьих да не возносится да не может быть ему в оправдании то если без завещания отойдет потому что был поставлен епископом по приличию должен был учинить назначение своего имущества сообразное своему званию вот как строго смотрели дальше когда живы муж и жена как у меня то мы составили два завещания что квартира переходит вите это уже в 206 рублей нам обошлось потому что то что нажито было вдвоем с женой то и делится пополам на жену ты завещал или не завещал ей половина отойдет и племянники в законе обговорены если не детей своих и имущество зависло после смерти владельца вначале покажется что завещание не умное просто из ума выжил и она дав надо в недвижимость вкладывать в имущество покупать дачи коттеджи скорее перекупай коттеджи скорее перекупай пока инфляция пока новый жидовский дефолт не ограбил и твоих родных тогда всегда в цене дома тут же все наоборот Давид о себе говорит псалом 119.7 я мирен но только заговорю они к войне завещаю старости быть беспощадным к разгильдяйству вчера дежурный по деревне во время богослужения должен быть был у Кирилла Устинов его нет где он а он по делам в Ребрихе а здесь пожар кражили он и не подумал подмениться и никому не сказал он в самом начале так начал пренебрегать устав деревни принять меры к этим людям если не будешь с корнем вырывать эту заразу и будешь терпеть такое отношение к уставу тебя и уважать никто не будет и устава не будет и они прохиндеи будут селиться апостол любимому ученику преподает завещание 1 Тимофей 1 18 19 преподаю тебе сын мой Тимофей сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание чтобы ты воинствовал согласно с ними как добрый воин и имея веру и добрую совесть которые некоторые отвергнув потерпели кораблекрушение вере гляжу на некоторых в деревне никакой веры у них нет так для виду похоже ходят в храм ни огня ни жару дома только телевизор смотрят на занятиях по извещению Слова Божия их нет никогда не пришедшие и знать не знают ничего про завещание а это дело касается детей как их научить любить нищих как жертвовать три десятины на дело Божие живу с кличкой моя выгода даже десятину не платят ну какое же это христианство это самые настоящие воры живут они у Бога крадут Малахия 3.8 можно человек обкрадывать Бога а вы обкрадываете меня скажите чем обкрадываем мы тебя десятину и приношениями Бог является тоже завещателем Иисус Новин 1.7 только будь тверд и очень мужествен и тщательно храни и исполняй весь закон который завещал тебе Моисей раб мой не уклоняйся от него ни направо ни налево дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих Давид завещает о сыне своем чтобы ему мы помогли выполнить завещанное им 3.1.35 потом проводить его назад и он придет и сядет на престоле моем он будет царствовать вместо меня ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды учиться делать завещание нужно у Бога и у святых ему это очень полезно и сегодня для укрепления веры и для смирения себя от замашек бессмертного бая Соломон знал обназревающих конфликтов при его воцарении какие декабристы выползают на арену и мгновенно отрубил все мрага и в государстве воцарился мир из-за Соломона не присохло прозвище Грозный но мирный а так круто расправился и с братом своим по другому нельзя обошлось малой кровью есть легенда что и Ависага красавица Давидова Грелка была на стороне Адонии красавца и она была также казнена мать Соломона по недомыслию тоже хотела помочь Адонии не зная что вслед за этим было она сама была заточена в монастырь или повешена Ависага был с Давидом была была с Давидом знала многие тайны могла как Монро вынести тайны от Кеннеди и таинственной смерти закончили своим Амуры 2 Фессалоникийцам 3.6 Завещиваем живым братьям именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата поступающего бесчинно а не по преданию которое приняли от нас такое же завещание и я даю вам относительно бесчинника потеряевски не знаться с ними и удаляться от них чин наш какой христиане жители поселка есть устав его в отношении пояса не нарушай не ходи по бесчинному может же мать наговаривать своему крохотульке вот мы идем Артемушка Илюшечка в храм божий там надо себе так вести и одеться надо поприличней ты это все люби запоминай но если ты знаешь что не положено чтобы сверху был свитер и все таки напротив того обряжешь обряжаешь обряжаешь так чтобы как будто мне досадить чтобы и на маленьком были бесчинные знаки надписи безвожные то тебе от этого на душе не скребут кошки смотри сынок посмотри на папу как у него рубашка а если в семье раскристанные ходят мать перед ними трясет голыми титьками то какое уважение у них к вам будет мы никогда не видели подобного дома и даже перед женой стараясь в трюконе ходить а этот ноздрев саша на улицу идет вывалил декабристские прелести и не порошинки стыдобушки 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 ох мне урок какой даете один ребенок у нас приезжает из лагеря домой отец увидел пояс что это такое сними разорвал отец с него больше пацан в лагерь никогда не приехал теперь уже в дворовой компании уже пить научился уже не знает что с ним делать на учет милиции ставят другая жизнь новосибирска мать стала его в ванне мыть что это такое сынок мама никогда его снимать не нужно мы не будем снимать только его постирать надо ты держи один конец а я другой постираю о у тебя тут 8 узелков на поясе а ты говорил что нужно только 4 одинаков ли будет подход детей к порядку к поясу вот Миша нанимает безбозника городить себе ограду это Виктор где дом сейчас в первую очередь стыд то какой чтобы в деревне кто-то нанимал себе ограду делать жена этого Сережа не раз получала замечание в брюках в деревню не приезжать и на этот раз они приехали со всем букетом нарушений нашего устава им уже отказано было тут хозяйничать по дворам шариться Миша же их принял и уже ни Миши нету ни этих людей все разъехались нарушение осталось и сколько не бились ничего нельзя было сделать и когда ему сказали что снова нарушает принимает нарушителей и наглых людей то он им тут же я вот вас нанял а эти бородатые попы не дают развернуться говорят что нельзя вас нанять и значит мы плохие гады ползучие а своя выгода хорош я вас назвал своя выгода везде с кем угодно сойдется ворованное покупать будут по полям искать купить за бутылку продают пшеницу и чужие все воровское а мог бы сказать вы нарушаете устав и потому больше к нам не приезжайте а то я вас нанял а им деньги нужны ну вот на батюшку показывает это он не разрешает отец значит уже Миша это хороший а батюшка плохой вот такую паку сделал мы получили завещание от Христа поступать согласно его заповедей он нам завещал духа святого дать лука 22 29 я завещаю вам завещаю тваю завещаваю вам как завещал мне отец мой царство галатом 3 5 братья говорю по рассуждению человеческому даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему бог любит нас и его завещание полно благодати 3 ездра 1 37 завещаваю благодать людям грядущим дети которых не видев меня очами плотскими но духом веруя тому что я сказал торжествует с весельем как бы низко не пал не согрешил но близок господь с украшенным сердцем 1 тимофей 6 14 соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления господа нашего Иисуса Христа у тебя неурядица какая-то голова болит так не сиди со своими пирожками беги в храм такое тебе завещание дает господь попри ногами свое я сколько же можно тетешкаться с этой требухой вонючей взгляни на мир посмотри сколько всяких красок кроме черноты твоей живи достойно звания христианина радуйся в господи христе как только с кем заговоришь о домах что вы подумали о своем наследии и скажу это хорошим людям чуть ли не друзьям но уже вижу что недовольны господь смотрит на меня как златоуст говорит пиши бога завещание может быть это детский дом детский лагерь или дом престарелых напиши что бога завещаешь дом свое имущество это бог возьмет и туда перенесет там наши обители строятся только из того материала который мы имеем и здесь и добровольно подали кому-то подали 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 41 раз слово завещать встречается в библии у нас комендант добросовестный надежда павловна была на неделе в барнауле у начальства разного искала машину для вывоза картошки нашей из потеряевки и вот в котельном секретаршей говорит а я была на службе встречали как раз карабейниковскую икону божией матери егоренка наша пригласила эту женщину на занятия а та у вас так же там все на непонятном каком-то языке нет у нас все на русском языке как это на русском смотрела я как одевали вашего начальника в церкви и как ему рукава завязывали вот она это запомнила и таких вот жаждущих людей не сотни и не тысячи а миллионы по Руси это те кто мог бы быть православным но благодаря преступному проклятому небрежению попов это все будут сектанты ревностные и враги православия и после всего это священники еще и пузырятся что-то несчастные лоды русские патриаршие завещаю и я вам русский язык внедрять в церкви пока первый этап пройден хотя бы библейские места читать стали на понятном языке боритесь за это до конца своих дней приехал тут священник секретарь нашего архиерея и при нем опять наш батюшка все свернул на славянский я сказал этому отцу Николаю вы нам тьму привезли пользы от вас никакой а вред очевиден заблокировали нас а читали притчи Соломоновы и он сам из этих длинных замысловатых фраз ничего не понял но толдычит что так нужно так надо когда тут был этот секретарь то начал нас учить что богослужение есть фундамент всей нашей жизни наш же батюшка сказал ему позволь-ка а как же тогда до 4 века этот фундамент стоял если богослужение лишь к этому времени окончательно оформилось Павел же фундамент видел в другом 1 Коринфянам 3.10 я по данным не от Бога благодати как мудрый строитель положил основание а другой строит на нем но каждый смотри как строит мы не можем своими словами молиться потому что мы духовные калеки баптисты могут молиться сами от души а нам нужны костыли инвалидные нам эти костыли кладут в плюльку когда мы родимся и ходить нам никак не разрешает нам нужно только на костылях скакать литургия у нас неприкасаемая а вот католики сделали детскую литургию этим у нас похваляются что служба 6 часов шла а для старого человека стоит столько времени то мыслишь это нормально ты мыслишь это нормально если через конкурс молодые люди поступают в институт и там их можно только 45 минут держать под напряжением информации то что говорить о бабках когда они слышат самое сложное философское учение да и как может быть чтобы вены на ногах священников не лопались стоят столбами на одном месте неподвижно христос марка 16 5 сказал идите по всему миру проповедуйте евангелие всей твари а сегодня одна постоянная проповедь замри весь мир и кому надо приходи стоять с нами замрите и стойте неподвижно смотрите как мы умеем рукава развязывать и завязывать святые мужи составили богослужение для того чтобы мы не лживыми словами прославили Бога оно написано для верующих чтобы приблизить людей к Богу сегодня живы дают всем с улицы и совершенно неподготовленным обращается человек от мира к Богу только через проповедь эта тема самая опасная самая запретная самое страшное вторгнуться в эту область потому что богослужение стало на место евангелия на место проповеди заняло твердо первое место а евангелие отбросили на 102 место я даю вам завещание жить для Христа когда начали строить потеряевку мне было 50 лет неужели прошло уже 10 лет и мне уже 60 представьте что если бы я дожил до 70 лет какой человек будет стоять перед вами а мне уже 77 и кто вам что скажет про это живое служение Богу кто скажет это священнику который будет здесь и этого никто и сегодня не скажет архиерею скажу что мне в этом направлении удалось очень и очень мало потому что там стена непробиваемая кое-что есть но обух остался обухом и плеть не истрепалась еще кое-где даже начинает проповедовать правильно крестить если что успел то не сам но Господь не нам Господи не нам но имени Твоему дай славу ради милости Твоей ради истины Твоей конкретно каждому из вас я давал наказы а кому-то говорил что он бы на собраниях никогда голос не поднимали только сидите и молитесь Ведоров Федоровна Женя не забудете старайтесь просчитывать события хотя бы на несколько шагов где-то надо сидеть тихо а где-то вовремя и предупредить вовремя выхватить пылающий клок сена из руки человека который что-то поджигает вот кого перечисляю никого нету никого нету все они выехали в разные места и между собой нету кто-то куда подался хотел сегодня поговорить с Женей ты сколько времени дьякон поддерживал беззаконника и держался его до тех пор пока грех подпер тебя под подбородок и в твой дом уже запакули забросились огнем а в прошлом году я сколько раз тебе говорил чтобы ты отстал от Саши а ты все тянул руш как его считается рушалка зерно лошадь а сегодня без всего этого уже обходишься все развеялось ты упрям и твердо держаться пытался загнилое прислушайся к опыту у тебя же нет ни опыта борьбы ни духовной работы с кем либо но до конца ты косорылился сжал на своем пока Господь не захватил срамца на срамном деле и не показал ты совсем не духовный и страшно сомнительный упрямец самомнительный а самомнительный на своей дурости стоишь и при том у Саши этот грех не есть главное там за этим бесчеловечность подлость злобность и мстительность я завещаю вам быть бойцами 1 Тимофей день 18 преподаю тебе сын мой Тимофей сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание чтобы ты воинствовал согласно с ними как добрый воин 2 Тимофей 2 3 и так переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа но сначала тщательно разобраться нужно помолиться и когда человек говорит ой я не разобрался не помолился говорю почему же тебе Дух Святой не подсказал ты совершенно чужой духовному если же Дух Святой не владеет твоим Духом то очень скоро войдет другой Дух и не один Матфей 12 45 тогда идет и берет с собой 7 других Духов злейших себя и войдя живут там и бывают для человека того последнее хуже первого так будет и с этим злым родом прежде чем ввязаться в какой-то разговор сначала помолись Псалом 142 10 научи меня исполнять волю твою потому что ты Бог мой дух твой благи доведет меня в землю правды мы должны быть движимы Духом Святым должны руководствоваться волей Духа Святого а если этого нет то получается я тут не подумал я не знал я поверил каким-то снам слухам да как же ты мог поверить если ты молишься когда по радио передали что лодка Курск залегла я сказал врут она уже мертвая ее ударили снаружи протаранили и теперь будут скрывать про это а этим сомным лутонем в лодке будут героев лепить только первый день еще говорили они живые я сказал нет это все обман идет почему мне это господь открыл и теперь показывают сверху куда прогнулась жесть ударили а им герои дают все так и было теперь дело показывает что так и было теперь пишут что это была заранее спланированная акция как и взрывы небоскребов знал про то и президент и за этим вход в НАТО для этого и нужно это главнокомандующий ВМФ Горшков говорит хотел бы посмотреть глаза тому кто это сделал сделал а не сделалось у кого нет маленьких детей то сделайте завещание иначе тут не дом молитвы будет а термине и крапива порадуйте ангела своего хранителя Тувия 5.1 и сказал Тувия в ответе ему отец мой я исполню все что ты завещаешь мне как будет батюшкином доме чтобы не случилось подобное 1 Маковейский 9.55 но в то самое время Алким поражен был ударом и остановились предприятия его устаив сомкнулись он анимел и не мог более выловить ни одного слова и завещатель и завещать о доме своем Богу нашему слава вот что сохранилось что записал Игорь на пленку а потом с пленки я переписал и вот сегодня мы озвучиваем все по этой теме я сейчас выключаю и мы сразу переходим в другой